11 часов 15 минут по Москве. Всем добро пожаловать удачной охоты на рынке. Так, общая ситуация по мире. Значит, американцы отторговались в плюсе, в пределах полупроцента. Ну, надо чуть подкачал, но в любом случае закрою как плюсе. Азиаты в принципе зеленые, все нормально, все хорошо. Японцы выросли на 20%, автолийцы полтора. Ну, в целом, еще неплохо. Шалха держится чуть-чуть выше нуля. Так, в текущей ситуации у нас следующая фича на Америку плюс 0,34%. В целом, все хорошо. Никаких изменений нет. Плохих, по крайней мере, я не вижу. Евро укрепляет 1,288. Конечно, желательно выйти ближе к 1,30 и будет спокойнее. Нефть 107 долларов. И поэтому пока никаких эксцессов улево вправо нет. Так, ну ладненько. Теперь поехали тогда посмотрим, что же у нас боится на рынке. Ну и некоторые случаи интересные. По Газпрому я вчера рассказывал и сегодня даже зачитаю специально. Итак, значит, фьючерс плюс 0,32. Я уже сказал, все нормально. Ничего, начнем, наверное, со слухов. Газпром сразу говорит, письмо цитирует. То есть, обстарался сделать максимальный масштаб. К сожалению, во всем есть только один минус. Когда примут и примут и ясно. Но теперь пишут письма. Сегодня произошло историческое событие. Силанов заявил, что госкомпания должна управлять на меня 25% чистой прибыли в дивиденды. Что особенно важно чистую прибыль считать не по ЭРБУ, а по МСФО. Теперь давайте посмотрим Газпром. Что будет тактами Газпрома? Если слова Минфрофинансов не ведут в песок, и компания действительно заставит платить так, как он сказал. Ну, во-первых, да, немножко легкое такое вступление. Например, госкомпании и госкомпании не должны приносить вбытки государству. Поэтому, в любом случае, у них надо спичь хорошие купоны. Хватает у них там прибыли, чтобы не забирать в пользу государства. Хотя, с точки зрения менеджмента, это, конечно, полная эффективность. Я уже не придумал. Теперь дальше читаем. Ну, кто прочитал, немножко подождите. То есть, текущая дивидентная доходная акция составляет 5,99. Дивидентная доходная текущая среда – 110 рублей 505. Это с учетом ГУТО ЦФО РСБУ. А теперь положим, что по желанию Силуанова, министра финансов, с учетом ГУТО ЦФО РСБУ сбудется. И госкомпании платить дивидентам до 5% числа прибыли по ЦФО. Что мы имеем? Прибыль по ЦФО 2012 составила такую-то сумму. Или в пересчете на одну акцию – 51 руб. Дивидент на акцию размером 25 руб. Который прибыль составит 12 рублей 78 копеек. При такой же дивидентной доходности, что и сейчас, мы будем считать, что цена акции должна стоить 235 рублей. Ну, дальше автор говорит. Автор купил акции ГАСТОМ. Это немножко о слухах на рынке и о слухах по поводу акции ГАСТОМ. А теперь поехали. К ГАСТОМу мы еще вернемся. Теперь поехали смотреть срочный рынок. Срочный рынок тяжелый. Он гирается на уровне 125-128. Тяжело будет этот уровень проходить. К сожалению, в прошлый раз они на этом останавливались уровни несколько раз сейчас. Когда они прошили, не знаю, будет очень-очень тяжело вернуться. Но у покупателей выхода другого нет. Потому что если денег не хватит, мы будем откатываться еще в прошлый раз на полтора-два. Я все-таки надеюсь, что покупатель не хватит. Потому что все говорит за это. Никто нам сейчас не мешает. Теперь поехали немножко по бумагам пробежимся. Рубль-доллар. То же самое. Все за то, что будет соответствовать. Еще достаточно сильное такое движение. То есть это было подобное движение было только 21 июня. Сейчас достаточно тоже сильно открыть мир. Евро-доллар. Тоже никто нам не мешает. Ну то есть пока все в пределах определенного тренда на укрепление евро и немножко на ослабление доллара. Поэтому, не знаю, индекс просто обязан выскочить с 228 и перейти вот эта коррекция от 819. Теперь по Сбербанку. Как и базовый актив, качественная акция Сбербанка находится в боковике. Борется, но ему тяжело, тяжело, тяжело. По базовому активу мы еще посмотрим. По ГАЗПРОМу в целом третий день боковая, это дневной масштаб, третий день боковая коррекция. Попытка уйти вниз не может быть успехами. В любом случае выкупает. Как мы видим, по ГАЗПРОМу идет действительно боковая коррекция. Стоит обратить внимание на следующее. Если раньше мы ГАЗПРОМ считали, что буквально там чихнет он падает, да, немножко поменялось поведение бумаги. Сам ГАЗПРОМ я не люблю, но с точки зрения именно эффективного управления, именно менеджмент. Но давайте зачерстим название и посмотрим просто график. Просто немножко меняется общее поведение. Никель. Никелю достаточно тяжело. Скорректироваться цены на никель стоят 12-13 тысяч. Там значение, когда 50% в предприятии по миру не может быть практически нерентабельно. Пусть закрываются заводы, никель надо будет подождать. Поэтому более комфортная цена, где-то в районе, конечно, ближе к 20 тысяч. Поэтому сейчас очень тяжело не кинуть. Ну а теперь поехали по секторам. Нефтегазовый сектор в четвертую неделю растет. Но сегодня вторник хайма не перебили. Жалко. Хотелось бы все поинтереснее. Телекоммуникационный сектор. Спасибо МТС. Там все нормально. Энергетика. Так. Энергетика. Мы официально оставил энергетику сейчас. Мы видим, что идет борьба за какой-то индекс, борьба за настроение участников рынка. Видим, что мы находимся сейчас практически, что победит. Будет меняться настроение или не будет меняться настроение. В целом, я за то, чтобы настроения менялись в положительной области. Впереди осень. В осени обычная энергетика шевелится. Так. На недельном масштабе, который мы рассматриваем все индексы, третью неделю подпуск, две недели мы росли. Ну, я бы не сказал, что росли именно так активный рост. Но, в любом случае, что-то есть. Начиная с 14 апреля, они все-таки нашли какую-то точку, такую равновесие для данного индекса электроэнергетики. Ну, пока нормально. Мы находимся внизу. Пока еще ничего не началось. Он находится чуть-чуть, в этом уровне находится чуть-чуть выше уровня 2018. Так. Металлурги. Попытка, к сожалению, не помогает на лифте. Но тут все выходит на первое место, чтобы встать. Поэтому к базовым активам мы вернемся. Третью неделю мы растем. Хотелось бы более активно, более агрессивно. Но все-таки, в любом случае, плюс. Потребительский сектор. Спасибо, Дикси. Вчера выросло на 7%. Пробило на уровень максимального обвлечения. Уже 500 рублей. 110 долларов. Сегодня мы посмотрим, что там есть. Благодаря Дикси. КамАЗ немножко затормозился. Ассоциация у вас и помогает ГАЗ тоже. Мы посмотрим, что будет дальше. Банковский сектор. Финансы. Практически, мы видим, начиная с начала мая. Сектор находится в таком боковике. Провальную часть выкупили и лезли в боковик. Ну, мне не очень это нравится, что какого-то движения нет. Обычно сектор более приволитивная. А тут как-то мы ни вашим, ни нашим. Почему бы мы избираться за Сбербанком? Индекс страха. Это второй эшелон. Очень неплохо выглядит. По крайней мере, мы видим для меня. Это индекс СБА. Это индекс определенного страха. Потому что инвесторы, которые инвестируют в бумаги дальнего эшелона, они даже не понимают, что данный рынок достаточно высокорискованный. Инвестиции в эти бумаги. И если не боятся, то наручим спокойствие. Я рассматриваю этот индикатор именно лично для себя. Это индикатор страха. Телекомбинационный сектор растет. Интересно, что там с Телекомом. Ближе к СПДУЛАРам. И ТЕС 268. Любопытство свое удовлетворили. Поехали к лидерам. Сначала срочный рынок. Пробили, не пробили. Еще раз говорю, покупатели, господа покупатели. Хотите, вы не хотите, вы должны уходить на 628. 128 и 500 стоят стопы. Ну вот, их надо сносить до 130 кель. Поверьте, сделает, настроение поменяется. Удача вам. Я сам покупатель. Держим плащик за покупателя. Газпром. Попытка уйти. Значит, смотрим основной график Газпрома. Масштаб час, точка принятия решения. Потенциально много там вообще хорошо стоит. Миша, вот давайте обратим внимание на следующее. Красное – это 200 периодное средие. Последний раз он был здесь в попытке. Это 22 мая. Более-менее он начал торговаться где-то в детской среде. Где-то в городе, где-то в мае. Сейчас настроение меняется. Видим, да, среднее у меня как индикаторное настроение. Исключительно как тип. Хорошая, плохая. Нравится, не нравится. Чем проще в этом отношении, тем лучше, поверьте. Кто бы правил Газпрома покупать, это очень-очень радует. Поэтому Газпром потенциально хорошая бумага. По портфелю. Газпром в портфеле есть. Позиция достаточно существенная. Часть Газпрома купленная всего 5%, по 109.72. Защищаем прибыль по 112.30. Стоп сдвинут практически. Сама позиция защищена. Теперь следующее. Газпром купим 12%, то есть 18% в портфеле. Поэтому портфель чувствует себя очень неплохо. Позиция защищена. В целом очень комфортно. Цель 118. Почему цель 118? Не будем смотреть. В любом случае, будет борьба где-то за уровень 118-120. Потенциально будет видеть стоп. Практически. Я думаю, что в конце концов под виду стоп достаточно плотно. Возможно, буду увеличивать позицию. А, я не могу увеличить позицию. Если денег нет, я уже в уроке в покупках. Просто все. Посмотрим, может, если что-то выйдет по стопу, либо по прямому решению закрыть позицию. СМС-ку вы получите. Кто работает по тарифу, скид-команда. Интересно, стоп где-то в районе 112.70. То есть подтянем. Кто не в позиции? 112.70 видите, да? Стоп, то есть настроение. Можете... Поэтому очень хорошую можно позицию взять по объему. С небольшим стопом. Это приманивает. Я посмотрю, что буду делать. Роснефть. Роснефть, как такая лошадка, идет наверх. Молодец. Она пытается. Если на эту неделю закрепиться в районе 230-240 рублей, я могу сказать, что ближайшая цель будет где-то ближе к 250-240. Пока ничего плохого нет. Четыре недели подряд растем. Это... Можем расти и больше, но в целом молодец. Роснефть тоже есть. Есть в портфеле. Мы уже фиксировали позицию по Роснефти. Потом опять перезаходили. На текущий момент Роснефть мы перезаходили по 231.64. И сказали, что рынке дороговато. Но мы видим, что мы работаем по тренду. Все нормально. Ничего, по крайней мере, я не вижу. Даня немножко опускал. Стоп я поставил далеко, чтобы не попасть в эту баллантинность. Поэтому объем позиций достаточно небольшой. Всего 5%. Риск на сделку в портфеле, Виталик, это вот... Конкретно для тебя, да? То есть, когда ты рассчитываешь по вопросу риск на сделку, риск на портфеле, да? Ты должен понимать, что есть риск на позицию, которая суммарно потом суммарно, да? То есть, я сейчас специально нарисую. Вот есть риск на позицию, да? Он высчитывается. Это уже там риск, да? Потому что сам можешь почитать этот риск. Там ничего такого сверху естественного нет. Далее, весь риск по бумагам, он формируется и втекается вот в эту цифру. То есть, у тебя получается риск на позицию. И у всех получается риск на позицию. А вот эта уже цифра, это риск на портфеле. Да, пришел вопрос, почему у меня здесь вот ответственная и у меня получается 151.70. Нет, это просто я сдвигаю стоп, это все, мы защищаем прибыль. Таблица моя, поэтому таблицу я сам понимаю. То, что здесь ответственное значение, для меня роль не играет. Я знаю, что я делаю. Меня интересуются вот основные вот эти цифры. Так, лирику строго, поехали дальше. Разобрали. Лукул, к сожалению, пока не радует. Но тут есть палка двух контактов, да? То есть, можно трактовать по-разному. Первое. Лукул, отстающая бумага, да? Сейчас, в основном, финансовый, я смотрю финансовый поток, направленный на три бумаги. Это Газпром, Рост, Нефть и Новотех. С Новотеху мы вернемся. Возможно, еще с Сургой. На текущий момент Лукул отдыхает, но, обратите внимание, он корректируется взбор, он корректируется эта дневка. Он с шестого дня корректируется в боковом движении. То есть, особо какой-то паники и фиксации нет. Вот тут мы в позиции по этой бумаге. Стоп, я поджал. Прибыль я защищаю. 903. Прибыль маленькая, но в любом случае это прибыль. Посмотрим. Вот я смотрю, что это отстающая бумага. Я себе на суметочку даже взял, что если любая позиция будет закрыться, то будет возможность увеличить позицию при импусе наверхе. Так, поехали у нас дальше. Эти бумаги мы рассмотрели. Новотех. Новотех боковая коррекция уже происходит в течение, начиная с июля этого месяца. То есть, практически первая неделя, вторая неделя никто не хочет вспомнить. Всем мне нет, потому что, конечно, вот этот страшный минус коррекция. То есть, он попал как раз ближе к середине вот этого протоколированного коридора. 380-345. И вот сейчас идет борьба. Выйдет он на верхнюю половину коридора или не выйдет? Цель стоит по Новотеху 368. Закройся, если пойдет дальше. Тоже прибыль защищена. То есть, мы минимизируем именно комиссионные пока расходы в ротике. Поэтому прибыль защищена. Посмотрим, что там будет дальше. Закроем, влюбляться в позицию не будет. Достаточно в любом случае ситуация на рынках такая, она специфическая. Нельзя сейчас купить и забывать. Не, можно там 2-3-4-5 лет, но это не для нашего государства. Так, теперь следующее смотрим. Поэтому, вот на текущий момент вся торговля, ну, дают деньги, забирают. Определенный комфорт, они рассчитали, прибыль рассчитали, забрали. Можно всегда перезайти. Ну, естественно, по факту всегда все умные. Да, если через 5 лет, например, что-то вырастет очень сильно, ну, все скажем. Вот надо было сейчас. Далее, согласен, но они сильные по факту. Только понятие решения сейчас. Татснефть борется за уровень 200 рублей, никак это не удается. К сожалению, потенциально, возможно, провал где-то до стоить было 194, в составе 94 где-то на 192 рубля. Пока ее поддержка обрушает период на средние, не нравится мне ее поведение не совсем как-то. С другой стороны, корректируется она 4 дня, она тоже в боковике. И немножко остающая, по-настоящему. В любом случае, но замечательно, да, от нефти лукойл бумаги остающие. Нельзя сказать, что мастиключменты они слабые. Ну, слабость, да. Но по индексу нефтегазового сектора они просто остающие. Поэтому просто за ними следим. Потенциально, возможно, немножко потом переложимся. Распадская карта заработала угольная шахта настроение инвесторов поменялась. Если взять на штат месяц 37.19, 36.79. Хайпид еще месяц не пробили. Лоу был 30.20, 30.30. То есть статистический элемент равновесия на 12 дня. По недельному масштабу мы видим, что вторая неделя поднялся. Ставровский еще есть, шахта заработала. Ну, в целом пока все нормально. Но пока служина сжалась, разжимается. Пока больше ничего не надо сдавать. Тургус на себя вышел, ну, находится, в виде своего бокового канала. Это КПРБ 24.25. Ну, конечно, хотелось бы увидеть его где-то ближе к середине, в районе 28 рублей. Попытки, какие-то попытки он делает. Но любой права он выкупает. Цены достаточно тяжело. Потому что мы видим, да? То есть здесь по Сургуту вот эти уровни приторгованные. Забор на заборе здесь это... Ну, тяжело, тяжело. Поэтому позиция небольшая. Позиция по Сургутам у меня есть. Всего по 5%. Есть на сделку 0.23-0.23. Ну, посмотрим. Приносит 0.5% прибыли, но еще движения как такового я просто не видел еще. На Сургутах движения пока нет. Поэтому... Просто ждем. Дальше поехали. Это мы разобрали. Сибнефть не может нам преодолеть до 20 уровня. Ну, немножко так. Просто чуть-чуть забыли про Сибнефть. Распад. Кейбелон. Тоже, конечно, прошел Кейбелон. Угольный уголь. Ну, попытки какие-то есть. Угольный уголь. Но пока он лежит такой мертвый. Бумага была безумно популярная в свое время. Это в 2009-2010 год. Но он пока как-то интерес к инвесторам пропал. Но это второй шум. Поэтому все пока очень-очень аккуратно на это все смотрят. А нечем. Независимо от того, что сказали Байбек и видимо 100 миллионов. Как-то продолжение не писали. Отлично. Пока-то были про эту бумагу. Смотрим только. На штат месяца мы видим, что... Ну, точнее, ничего мы не видим. Что такое интересное на нечем или нет? Покупать, потому что низко. Не надо этого делать. Когда-то нечем было 300 рублей. И сказали низко, здесь низко. Где мы его видим? Поэтому нет. Пока туда не лезем. Никель молодо. Никель молодец. Волновался я за никель 4600. Стоп, я получил по 4570. Практически меня вышибло на лобу вчерашнего дня. Но я тут же добавил другие бумаги. Здесь денег сейчас нет на никель. Поэтому, ну, подождем. Он как лидер сектора, ему очень-очень тяжело идти. Он борется за настроение. То есть, если мы посмотрим на график месяца, там... Ну, покорите. Что мы видим здесь? Понимаете? Был выкуп. То есть, провал. Был выкуп. Все. Сейчас идет борьба. То есть, он тоже, с точки зрения... Даже по секторам, по графикам, мы видим, что только... Металлурги только делают попытки. Да. Мы смотрим неделю. А неделю еще надо пережить. Поэтому, по словам, я сейчас ближе к нефтегазовой системе. Северсталь. На лампе сделала достаточно неплохо. Ушла выше 220. Как-то неожиданно. Примерно, честно говоря, для меня. Я думал, там все-таки будет борьба. Сейчас он будет бороться. Северсталь будет бороться за уровень 236-240. Потенциал роста где-то ближе к 250. Позиция по Северстале есть. Пока у нас приносит... А нас еще надо по 222 заходить. Защищая по 224. Скорее всего, стоп будет сегодня подвигать. Еще увеличивать защиту прибыли. Цель 242. Так, Северсталь посмотрели. ММК не выдерживает. Все-таки начали на ММК немножко фиксироваться. Недельный масштаб. Он тоже неправильно. Он пытается что-то сделать. Думага торговляет достаточно нудно, очень-очень тяжело. Но есть попытка такая. Есть поддержка на 200-300 на средний. 150-75. При этом, казалось, чем в прошлой неделе, на уровне 750. Поэтому здесь, за что бороться здесь, но покупателей пока отсутствуют. Недельный молодец и поддерживает. Еще бедно в 1000 на 4900. Так, Уралкалии. На Уралкалии просто смотрим. Пока не найдет, в боковике не видит общая ситуация. Специально нужно считать, что Уралкалии может стоять ниже 200 рублей. В районе 200 рублей. Деньги на байбэк вроде как все, закончили. И на ММК борется за 45 рублей. Я решил поддержать ММК. ММК у меня есть. Пока приносили 1,2%. Входил по 44,88. Продолжение импульса, к сожалению, не было одно. В любом случае, я за него. Сектор показывает, что только-только это же. Следующее, значит, у нас, получается, поехали в телекоменационный сектор. Раз телеком, в целом все нормально, конечно, надо проходить уровень 106 рублей, и тогда будет легче. Пару-пару-прибыль за счет у меня стоит на 101,30, за счет более 13% прибыли. Поэтому, ну, стою продать по 180. Продам, буду доволен. В любом случае, прибыль надо забирать. Мы работаем не деньги ради денег, да? То есть, так как-то, чтобы пересчитывать и виски, немножко приучить в дальнейшем диаметре, что работает именно по подобным методикам, как у меня. НТС. Я сегодня посмотрел НТС, потому что, как у меня учился, но, вроде, ближе к рублей 300, она хочет уйти. В общем, это все вписывается и по каналам, и... Что-то так и к ХАЗу. Кожая бумага. Я так и положительно относился. То есть, если она проходит уровень 255-280, то, наверное, уровень 290-300. Очень-очень-очень неплохо. Молодец. Поэтому будем следить за то. Интерес у меня есть. Заходили по 257. Я знаю, немножко она нервничая уходила вниз. Ну, сейчас 260, почти плюс 4%. Я спокойно. Надо будет немножко поджать. Надо защитить прибыль. Тем самым мы уменьшим. Вот как раз, например, показываю, когда вы моделируете ситуацию. Например, на примере МЦС сделаем. У нас стоп 247. Ну, предположим, мы ориентируемся. Стоп 257-30. Да, смотрим. 257-32. Давайте сделаем 258. Риск видите? Риск, видите? 0.21. Сейчас покажу. Риск видите? 0.93. Видим, да? Теперь, положим, вот я сдвигаю стоп без убыток. 258. Естественно, что риск у меня получается там нулевой. Все. Риска нет. И тут мы видим, что мы просто минимизируем и риск, общий риск по портфеле. Поэтому очень-очень так неплохо. Хорошая резина для того, чтобы моделировать. Вот. Вернули мы все обратно. Поехали дальше. На примере МЦС, сдвигание стопов и влияние риска на позиции, и в целом влияние риска на позиции на весь портфель, я вам показал. Так. Поехали дальше. Энергетики и банковские секторы мы рассмотрим. Теперь, хвосты на ОРОС. Незонятно. ОРОС обеспечивается. Посмотрим, что будет. Теперь у нас есть небольшая эпизода, как по АвтоВАЗу. Покупки автоВАЗа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. Здесь все падали. Падали. ХАЭС. Десять, три. Десять, два, три. Шесть. Десять, сорок, девять с половиной. Опытки что-то сделать. Потенциально возможно поддерживать какие-то автопроизводители. В любом случае, ХАМАЗ. Неплохо себя чувствует. Газ за ним пошел. АвтоВАЗ пока тормозит. Но в целом, как господин Камаров сказал, что у АвтоВАЗ убиток, потому что они просто не справляют машины. Вот так что. Ну, не знаю. Посмотрим. В любом случае, пружина жала чуть-чуть дорожат. И там, рублей хотя бы на них. Цель 15 плюс 50%. Но жадность и без бедности. Посмотрим, что будет. Вот. Эта в инвестиционной части портфеля выведена в зеленом. Если вы обратите внимание, стоп у меня ноль. Технистная сделка на весь объем получается минус 1,2% по отношению ко всеми портфеля. Если с точки зрения листов стопы, я могу сказать, пока это инвестиционная часть. Всего 2% инвестировано в эти портфеля. Аэрофлот. Артур, ну что, надо поздравить вас. У меня все, кто заходил в Аэрофлот и не побоялся. Спасибо за идею. Просто дает она плюс 6%. Уже заходили почти по 56 рублей. 3.62. Если с точки зрения как каналов, если повернуть. Сейчас посмотрим. Получается у нас где-то 64 уровень. Сразу говорю, аналитики, я к этим каналам оплашусь достаточно две. Их мы немножко подкручиваем. Понимаешь, куда он подкручивается в свою сторону, да? Ну, предположим. Все параллельно, все красиво. То есть ближе к 70 рубля. Стоп 6. Тейк у меня 52. Скорее всего, я цель буду поднимать, а кто будет двигать. Пока, поэтому, целый рост очень не проходит. Причем этот 71, он полностью совпадает с линией проторговки. Ну, 68 где-то вот сюда, да? То есть он 67, что... ...могли совпадать. Когда с горизонтальным каналом, если придется немножко, он получит определенную... ...противник в виде предварцов, чтобы быть с этим властем. Пока информационный фонд били салия, ответили на того. Любителей футбола, поздравляю! Манчестер, регионалов. Выбрал аэрофлот своим перевозчиком. Вчера пришло сообщение. Честно говоря, я не ожидал, что Манчестер регионалов. Ну, молодец. Аэрофлот молодец. Видно желание развиваться у компании. Пассажиропоток увеличивается. Ну, не можно только аплодировать. Просто молодец. Так, телекоммуникационный сектор мы разобрали. Поехали немножко посмотрим энергетику. Энергетика находится только в состоянии начала бежения. По сектору мы видим, да? То есть мы обратили внимание так. Сначала сектору мы посмотрим в месяц, да? Энергетика месяц. Мы видим, что раз, два, три, четыре, пять, пять месяцев пружина сжималась. Мы еще не находимся на уровне 2008 года. Есть куда падать. Любая покупка идет сейчас против движения общего, да? По длинным деньгам. Это только попытка разжать пружину. Надо понимать, что мы идем вообще low money over. Мы берем и пытаемся забрать у рынка то, что можно забрать у рынка. А пока мы идем против движения. Теперь давайте посмотрим сектор неделя. То же самое видим, да? Только попытка разжать пружину. То есть если она будет входить в целом, достаточно приличный ход у нее может быть. Порядка где-то 10-15 процентов. Здесь куда стремиться. Теперь поехали по бумагам. High месяц мы пробили. High bull в прошлом месяце 51-57. Сейчас уже выше. Все меняется. Настояние меняется. Цель движения в районе 65-60 копеек. Цель движения в районе 65-60 копеек. Значит, по Росгибре есть позиция Росгидра, Фильска Альтера. А вот если ты вчера выше была, вполне возможно будет восстанавливать. По Росгибре уже позиция защищена. Приносит прибыль где-то 2% с чем-то. В целом вообще не плохо. По окончанию портфеля у Росгибры вообще приносит плюс 0,5%. Желание зафиксировать есть огромное. Но подожду, буду поджимать стоп. Если что, всегда перезайду. Газпром уже 115. Газпром давай вперед сражайся. Так, кто вчера был, мы видели, да, что у нас ФСК Интерао немножко подстающий. Интерао достаточно неплохо выстрелило. И продолжения не было. Мы уже фиксировали позицию, перезашли в бумагу. Вот эти бумаги ФСК Интерао немножко отстают. Весь денежный поток инвесторов направлен пока в сторону Росгибра. Росфете, аналогичные ситуации. Пока Росфете остаются. Мы посмотрим, что будет. По крайней мере будет отдыхать Росгибра. Ну, вспомните о них. Пока, но вопросов нет. Росгибра есть Росгибра. Теперь по поводу рекомендаций продавать Росгибра. На мой взгляд, она исходит из того. Первое. Любому брокеру это выгодно, чтобы клиент совершал операцию. Поэтому детали. Конкретно по вашему взломку. Когда разбивали. Это первая сторона вопроса. Надо просто осознавать, понимать правила игры. Вторая еще. Теперь в хорошем смысле слова, почему фиксировать. Мы заходим вот этот проторгованный уровень. Люди, которые покупали на уровне 55-56. И без таков. Будут фиксировать на этом уровне хотя бы вновь. То есть, ну, заборов там хватает. Почему фиксировать сейчас? Ну, если есть позиция, поэтому и фиксировать. Потому что тяжело. Слова, как будто они прошли. Это первый начальный уровень. А дальше мы смотрим, да. То есть, грубо говоря, то есть, 56. Ну, тяжело, тяжело будет проехать этот уровень. Импульсом мы сделать можем. Ну, просто, как пример, могу привести. У меня, то есть, 56. 56, я буду встречать импульсом. И таких, как я, поверьте, хватает. Хотя я перезахожу, защищая прибыль. Можно посидеть в бумаге, но... Да юбери, юббеги. Так. Остающие мы тоже посмотрели. Если будут какие-то идеи, пишите нам в почту. Звоните на телефон, отвечу. Если я не беру трубку, значит, я занят. Либо веду вебинар, либо я на встречу. Не... 128 500 вашего. Давайте. По господу... Любые права покупаются. Сберегательные банки, пока в отстающих, они отдыхают. Никель пытается что-то сделать. Но, еще раз говорю, цены на металл, они очень приятные. Так. Теперь пункт декса ММВБ. Давайте посмотрим. Значит, у нас заканчивается первая декада. Что у нас на месяц получается? Мы падали 5 месяцев подряд. Мы пробили хайпеды еще месяц. То есть, мы что-то оживаем. Борьба за настояние участников... ...будет начинаться с 1380-1400 пунктов. Пока попытка... Ну, есть желание туда сходить. На недельном масштабе, на третью неделю подряд, тяжеловато будет проходить вот 1380-1400 пунктов. По числовому масштабу очень тяжело было проходить 360-350. Мы просто недостаточно легко преодолели этот уровень. Скорректировались до 340. Но опять боремся. Ну, в общем, здесь получается 300... Здесь забора хватает. 3600, 3700, бежит 3800. Подвинем масштабом. И дальше борьба будет в 2014. Пока ничего плохого на рынке я не вижу. Пока я покупатель. Так. Вопросы? Так. Виталий, можешь купить? Чему можешь купить? Я не знаю. В скайпе, Виталий. В скайпе, пожалуйста. Урку бы рассмотрели. Вопросы получили. Бумага пока не интересная. Ростсети. Ростсети. Гигсети. Так. Поехали. Поехали по Ростсетям сначала. Ростсети я, например, просто показал. Смотреть только длинные масштабы. Короткие масштабы в честь смысла смотреть нет. По Ростсети видим импульс. По Ростсетям обращаем внимание на картинку. ФСК. Масштаб неделя. Масштаб неделя. Интрау. Масштаб неделя. Более волатильная. И переходим на Ростсети. Масштаб неделя. Масштаб неделя. Практически, как раз. Только одинаково. В общем, я думаю, что мы заточились в бумагах Росгидро. Но я думаю, что и этот сектор в целом будет действующим. В таком начальном состоянии роста. Точнее, роста от скока к предыдущему падению. Можно рассмотреть эти бумаги. В портфеле у меня нет. ФСК. Ростсети. Стоп поджимал. Пока защитил прибыль. Ну, там прибыль будет 92%. Но, в любом случае, я именно работал на минимизацию поиска по портфеле. В целом, ФСК. Ростсети, я думаю, что еще покажем. И напоминаю. Так, очень статистически. Подчеркиваю слово. Статистически. Этот сектор шевелит. Так. Смотрим, что у нас там. Какие у нас тут дальше вопросы. РБК. Артур, РБК не смотрел? Социально посмотрел. Сейчас искать не будем. Так. Сурбут и дикси. Сурбут, мы разобрали. Давайте немножко. Сурбут мы остановимся. Опять. Длинный график. Да, смотрим. Сжимаем. Он в боковике. Это Сургут обыкновенный. Он внизу боковика. Страшно. Нет, не страшно. Стоп, не знаю. Где-то в районе вот этого уровня. По ипозитию я просто могу сказать, что по Сургуту у меня стоит 24-30. Чуть ниже того уровня, который я вам покажу. Теперь картина по Сургуту привилегированным. Она немного другая. Видите, угол наклона? Да, там четкий боковика. Здесь у него есть боковика. Да, они сейчас торгуются в новом боковике. Ну, как в новом боковике. То есть попытка. Вот. В целом, больше растущие. Ну, по бумаге пусти до роста. Пока есть там больше интересует привилегированное. По заборам мы тоже видим. Очень много людей, которые покупали Сургуту здесь, и они будут пытаться выходить вновь, забрать какую-то маленькую прибыль, смотреть, куда они могут инвестировать и так далее. Тяжело. Пока тяжело Сургутам. Ну, в любом случае. В общем, картину по недельному масштабу один из дня мы посмотрели. Потенциально нельзя, пожалуйста. По крайней мере, позиция по этим бумагам не есть. Так. Смотрим, что у нас там дальше. А, ВТБ не посмотрели, да? Да, точно. Так. РБК мы посмотрим. Может быть, что еще упустим. А, Сергей. Сейчас. На Диксель. Точно. Диксель. Значит, смотрим. Мы сначала начинаем с него с магнита. Ну, мы видим, да? Масштаб не мое. Вот эту часть можно трасковать по разу. Первый вариант. Я поддерживаю с этого варианта. Это небольшая сексация позиции под данное внимание. Именно небольшая, не активная. Никто не хочет. И никто не хочет. Ближе, вроде, 8000 и больше. Но, если мы посмотрим... Почему Диксель был? Да? Кроме информационного фона, я думаю, что многие посчитали просто подписывал движение. Здесь мы можем забрать 10%, а Диксель можно забрать существенно выше. Поэтому больше финансовое средство перевести в сторону Диксель. И теперь вторая трактовка данной ситуации немножко другая. То есть, кто хочет фиксировать, фиксируется неактивно. После чего коллекция боковая. При изменении рыночной конъюнктуры бумага достаточно сильно находится в восходящем тренде. Движение тоже может быть очень сильным, резким и быстрым. В целом, эта бумага выше 8000, а не 8000. А теперь давайте вот посмотрим месяц. Видите? Обратите внимание на месяц, на вот эту картинку. Ну, просто визуально. Мы не знаем, что мы дальше будем смотреть, какую бумагу. Да, просто обратили внимание визуально картинку. У нас на штат месяц. Вам вот эта картинка ничего не напоминает, что вы смотрели? Ну, мне напоминает. Например, на мой взгляд, денег не так много надо, чтобы бумагу из модного потребительского инстектора загнать еще выше. В хорошем смысле слова. Причем Диксель достойный. Разменяется отлично. Один же способ есть и вернет, все хорошо. Теперь посмотрим, да, после данной ситуации, какая была, что было с бумагами магнета. Они вышли на уровень, а дальше какой-то сумасшедший уровень. Ситуация... Следующий, мы Диксель откорректировались, выходим, ну, чтобы дальше, ну... Мы можем только прогнозировать, да, мы можем сравнивать, мы можем смотреть, что возможно, но потенциал в Диксель вообще не походит. В любом случае, если покупать, бумага не шортабельная, если покупать максимальное значение, значит, пока настроение по данной бумаге очень неплохое. То, что она сегодня в нулях не растет, ничего страшного, она вчера свою дала. ВТБ. ВТБ находится на уровне Сбербанка. Ты? Да. Давай борись зону среднего участника рынка. Банковский сектор мы не посмотрели. Значит, по банковскому сектору, по недельному масштабу, до... На сегодняшний день 9-го среднего участника рынка Сбербанк находится пока в отрицательной... В отрицательной... В отрицательной сна, но Сбербанк находится в отрицательной зоне. При этом, обратите внимание, на лоу на недельном масштабе. Повернуть настроение будет очень тяжело. Но Сбербанк должен стараться. Последние несколько дней, если взять по Сбербанку, да, провал вниз, выкуп, коррекция боковая. Попытка выйти пока, мы находимся в этой боковой коррекции. Ну, еще раз повторяю. На недельном масштабе, на длинном, мы видим, что мы находимся под индикатором участников, пока под давлением. Что-то поменяется, если оно выйдет до 96,5-97 рублей. Пока и тяжело. По сберегательному турефу, картинка чуть-чуть другая. Он уже вступил в рукопашное за изменение настроения участников на дневном масштабе, а на недельном масштабе он тоже начинает свою борьбу. Обратим внимание, что графики абсолютно ладные, как будто разные думали. Теперь, что касается ВТБ. По ВТБ ситуация следующая. Режимы на уровне. Мне не нравится, что привычка управляет на 5 копеек, точнее 4-9. Это очень плохо, потому что привычка для инвесторов – это вещь такая. Поэтому… Переживаю я за ВТБ. Если вылезть выше 5 копейки на 5-6 копеек, я буду довольны. Посмотрим, что будет. Ну, блин, там где 5 копеек, мы проходим буквально, как на куше. Не знаю. Если вы хотите, что будет. Если вы хотите, что будет. Если вы хотите, что будет. Подумайте, buy-bay или еще что-нибудь. Дайте им при внимании. А если серьезно, то, на мой взгляд, на течение всего этого момента, что банковскому надо помочь. Неплохие отделы по работе с ГРБ и ВТБ. Что-то надо придумать именно лояльных кредентов. Какие-то информационные потоки должны немножко поменять. С точки зрения именно психологической внешнего распилятия данной бумаги. И данного… Я не знаю, почему это не делается, к сожалению, но вот… Не делается. Сочный рынок пытается закрепиться. Мы видим 128, и опять начинается рубка. Ну, конечно, тяжело. Очень тяжело, но… Давай, давай, трудись. Трудись. Покупатели, давайте. Так. Что мы еще не рассмотрели? Сейчас мы посмотрим в чате. Так. Субтитры посмотрели. ВТБ посмотрели. Так, Сергей, посмотрели. Так. Артур, РБК я посмотрю. Да, в дальнейшем он слишком эмоциональная идея. Я посмотрю, и тогда к РБК мы вернемся. Так. Ну, на этом мы будем закрепить. Счет. Сегодня… Всем удачи! Если что, вы знаете мой скат, вы знаете… Пусть и телефоны, пожалуйста, звоните. Так. Все рассмотрели. Будут вопросы. Так, кто закрепите. Потенциально возможно еще встретиться сегодня в 16-му. Я буду подменить его на биле. А так завтра до 11-15. Всем удачи! До свидания! И вечно охота на рамки! Главное – риски. Риски на позицию и… Риски на порцированные позиции. Напоминаю, заработать как радость, сохранить эту мудрость и умножить эту искусство. Удачи! Продолжение следует… Риски на сайте. Встреча с вами! Продолжение следует…